Карадом – наиболее архаичное жилище, встречавшееся в Азербайджане и по всему Закавказь. Оно представляло собой землянку или полуземлянку со сводчато-пирамидальным перекрытием, опирающимся на столбы, и отверстием в куполе, которое служило одновременно для освещения и выхода дыма. Посредине жилого помещения под отверстием в крыше был расположен открытый очаг. Дым от очага по всему жилью и выходил через отверстие в крыше. Перекрытие жилища и стены были покрыты слоем копоти, отсюда и название Карадом, в переводе с азербайджанского «черное жилище». По всему Закавказью сохранилось большое количество нежилых пещер. Жилища, высеченные в скале, представляют собой пещеру, разделенную на две части. В передней части ее жили люди, а в задней располагался хлев. Хлев и жилье отделялись друг от друга тонкой стенкой, а соединялись с широким проходом. В Азербайджане особенно большое количество пещер сохранилось в горах Малого Кавказа в Лачинском и Кельбаджарском районах. Некоторые из этих пещер до последнего времени использовались для загона скота в холодные дни. Землянки и полуземлянки со ступенчатыми сводами являлись как бы переходным звеном от примитивных землянок к зально-сводчатым наземным жилищам. Сохранение этого типа древних жилищ в их первоначальной конструкции с незначительными изменениями позволяет говорить о местном происхождении купольно-сводчатого типа жилищ. Кородамы обыкновенно были разбросаны по южному склону горы. Перед жильем не было ни огорода, ни сада, поэтому не было необходимости в какой-либо ограде.